всем привет сегодня у нас на обзоре сварочный аппарат сварис 200 комби аппарат продается в сети магазинов леруа мерлен поставляется туда компании fox вот аппарат продается в такой коробке внутри коробки идет пластиковый кейс сам аппарат и комплект сварочных кабелей и горелки аппарат два в одном это дуговая сварка и полуавтоматическая давайте отложим коробку и приступим к обзору самого аппарата аппарат выполнен в металлическом корпусе имеет три регулировки это регулировка подачи проволоки регулировка напряжение в режиме полуавтомата либо регулировка тока в режиме ручной дуговой сварки и регулировка индуктивности в режиме полуавтомата переключение на полуавтоматическую сварку и на ручную дуговую протяжка проволоки сварка непосредственный режим и продувка газа аппарат на аппарате размещен евроадаптер и две клеммы плюс-минус соответственно разъем подключения евроадаптера при полуавтоматической сварки в аппарате установлен металлический механизм протяжки проволоки и есть возможность установки проволоки под 5 килограмм бухту 5 килограмм сзади мы можем видеть розетку подогревателя гулькислоты выход на 220 вольт и штуцер подключения газовой горелки также имеется клавиши включения и вентилятор провод выполнена с пвх два с половиной квадрата сечения длина ориентировочная где-то 2 метра это касается визуальной части сейчас приступим к снятию крышки и посмотрим как аппарат выполнен внутри итак мы сняли крышку аппарата и что мы можем видеть внутри видеть можем мы четыре платы первая плата основная это плата с силовым блоком здесь находится сама плата инвертора на которой находится 4 gbt транзистора каждый на своем радиаторе соответственно аппарат построен по схеме технике полный мост транзисторы применены 40 м 60 то есть 40 ампер в количестве 4 штуки каждый установлен на своем радиаторе далее идет идут диодные сборки 4 штуки по 60 ампер по 2 штуки на каждом радиаторе тероидальный силовой трансформатор дроссель 3 конденсатора входного фильтра по 470 микрофарад диодный мост на радиаторе идет реле трансформатор тока и два термодатчика термодатчик один установлен на gbt транзисторов на радиаторе gbt транзисторов и термодатчик на радиаторе диодных сборок выходных далее у нас идет блок плата блока питания плата управления с драйвером тгр и плата индикации соответственно вот такая конструкция аппарата теперь давайте попробуем подключить аппарат к сети подключить аппарат к нагрузке посмотрим как все поведет замеряем его характеристики насколько они правдивы и в общем подключаем аппарат мы подключили сварочный аппарат сети и к нагрузке и давайте сейчас померяем его максимальный сварочный ток в режиме дуговой сварки производитель заявляет 140 ампер в принципе исходя из конструкции аппарата 140 ампера я думаю что он без проблем вывозь переключаем в режиме дуговой сварки и замыкаем сварочную цепь так мы видим по табло 58 ампер по токовым ключам по которым будем производить измерения мы видим 55 добавим где-то по до середины и видим что потом табло изменилось на 76 токовые клещи показывают 73 ну давайте проверим максимальный его максимальный выходной ток максимальный выходной ток по табло составляет 137 ампер и согласно токовым ключам личные показания 137 ампер в принципе это неплохой показатель для бюджетного аппарата недостаточно честно то есть производитель заявляет 140 ампер в дуговом режиме отдельно хочется отметить его дисплей в режиме дуговой сварки мы видим что выставляем то есть выставляем ток 140 ампер аппарат держит 140 ампер и мы видим по табло когда мы переводим его в режим полуавтомата по дисплею мы не видим ничего то есть никакую регулировку мы не крутим дисплей пока мы не начнем сварку не показывает ничего для чего это сделано сложно сказать надо отметить что это сварить с новой конструкции и в аппаратах предыдущего поколения они идут в точно таком же корпусе но включается по начинке там дисплей не показывал даже предустановки в режиме дуговой сварки здесь мы уже видим непосредственно плюс и еще хочется отметить что сварить и старого поколения они идут не такие внутри и у них был были ряд проблем это проблемы с блоком питания часто выходили из строя попадали нам сервис на гарантию были был ряд проблем с блоком управления подачи проволоки когда просто подача переставала подаваться и был была частая проблема это неисправность микросхемы sd-4053 то есть в случае поломки аппарат в режиме полуавтоматической сварки просто прекращал работать в данной конструкции аппарата данные проблемы были устранены и сейчас их нету людей что и не будет теперь давайте попробуем замерить максимальное напряжение в режиме полуавтоматической сварки насколько я помню производитель замеряет за утверждает что он выдаст 24 вольта напомню что режим полуавтомата это режим источника напряжения и здесь должно отслеживаться именно напряжение давайте подключим токовые клещи непосредственно на замер напряжение померяем сколько какое максимальное напряжение выдаст данный аппарат в режиме дуговой сварки и так я подключил токовые клещи для замера напряжения и сейчас будем пробовать значит за регулировку напряжения у нас отвечает вот этот потенциометр мы ставим среднее значение начнем давайте поставим его в минимум минимальном минимальное напряжение это 14 вольт давайте попробуем добавить мы видим 18 вольт в среднем положении при токе 135 ампер давайте выставим максимум и мы видим 22 и 7 вольта и 168 ампер производитель напомню заявляет 24 вольта ну то есть вот тут уже идет некое несоответствие ну что в принципе логично и наверно 200 импер с такой конструкции аппарата сложно получить особенно учитывая размер радиатор в геодных сборах они здесь просто но очень маленькие и перегреть этот аппарат не составит труда хорошо что хотя бы датчик температурный они додумались повесить на значит следующий следующее испытание это будет проверка на сварку подключим аппарату баллон поставим проволоку медненную 08 и попробуем уже непосредственно сварку полуавтоматом как он будет варить оценим его качество варить будем но просто пробовать валики металии листе полторашку оценим как он будет работать подключение к сварочному полуавтомату защитного газа углекислоты поставили проволоку 5 килограмм свой 08 г 2 с диаметром 08 миллиметра и сейчас будем пробовать на сварку в режиме полуавтоматической сварки параметры выставлены предварительно наугад так как по табло сориентироваться невозможно будем пробовать и повторяться уже в процессе сварки есть полтора миллиметра просто положим сверху валик и посмотрим какого он качества посмотрим разбрызгивание и вообще в целом как себя ведет полуавтоматка и так поехали как в принципе достаточно неплохой шов получился полтора миллиметра с обратным проваром варит полуавтомат достаточно неплохо учитывая его стоимость в принципе не самый худший вариант мы только что произвели пробную сварку по автоматам сварить 200 комби хочется высказать общее мнение по данному аппарату по соответствующих характеристик в режиме дуговой сварки свои характеристики заявлены 140 ампер он выдает в режиме полуавтоматической сварки свои характеристики он не выдает почти на 2 вольта ну в принципе для кого-то может быть это существенно для кого-то нет если будете варить проволокой только 08 на что в принципе этот аппарат рассчитан это не существенно но тем не менее производитель здесь немножко набрал общее впечатление о сварке в режиме полуавтомата у меня достаточно положительное ну разбрызгивание небольшое шовчик получился аккуратный проволока подается равномерно каких-то плевков там затупов ничего не наблюдалось в принципе я до этого пользовался этим аппаратом у меня был опыт работы с ним как бы во время сварки именно вот конкретно данный момент данная модель свариться уже в обновленные показала себя достаточно неплохо касаемо стоимости аппарата аппарат стоит сейчас в районе 18-19 тысяч вы сейчас на экране можете увидеть стоимость на момент публикации сварку я оцениваю достаточно положительно хочется отметить про гарантию аппарата гарантия аппарат производитель дает 3 года но есть такой момент то есть один год полноценной гарантии и два последующих года каждый год вы должны приватить аппарат сервисный центр на техническое обслуживание там чистка продувка поэтому протяжка разъемов и в разных сервисных центрах цена за данную услугу будет варьироваться в нашем сервисном центре она составляет 500 рублей и мы ставим отметку в гарантийном талоне что гарантия продлена и соответственно вы еще год пользуетесь через год опять приходите вот в таком режиме гарантия у вас идет 3 года предназначение аппарата ну я считаю что аппарат чисто бытовой если вы его берете там где-то дома в гараже что-то подвалить ну он пойдет учитывая размер его радиаторов выходных диодных сборов я даже не стал проводить тест на процент включения потому что буквально через две-три минуты температура на них становится в районе 60-65 градусов это за там буквально две минуты через пять минут они просто горячены там уже чуть не под сотню температуру когда там сработает термональчик вообще неизвестно поэтому если у вас большие объемы сварки это не ваш аппарат из конкурентов в эту цену не знаю даже что сказать я бы отметил какую-нибудь аврору аверман ну возможно там 160 180 я считаю что в принципе в своем ценовом диапазоне горманы это наверно одни из лучших аппаратов да они будут старой конструкции у них не будет там всяких ненужных дисплеев и прочие штуки они будут тяжелее и больше но там частота преобразования 100 килогерц динамика сварки выше плевков меньше ну и в целом качество получше и что самое один из важных моментов про локировку платы здесь она в принципе отсутствует какой-то слой лака нанесен но не сильный тех же допустим аврорах но там посерьезнее будет в данную цену вы можете также купить но все равно будет дороже но плюс-минус это инверник какой-нибудь 185 от фоксалда также аппараты считаю что будет получше но опять же и цена будет больше да еще хотел бы сказаться есть у фоксалда марка аппарата в артек 200 до это в принципе его полная копия только в артеке 200 до стоит 2 дисплей и там можно выставить напряжение по в режиме в режиме полуавтоматической сварки уже непосредственно дисплея не так как здесь подбираем во время сварки в целом они в принципе идентичны и никаких отличий по конструкции кроме вот второго дисплея там нет на этом наверное все свое мнение в данном аппарате я высказал приятного просмотра